Здравствуйте, мои хорошие! Всех приветствую на своем канале. Сегодня я с вами хочу поговорить о Завете. Что такое Завет мы выяснили с вами в предыдущих видеоматериалах. Слова Завета были прописаны на каменных скрижалях, и то, что сегодня мы называем десятью заповедями, это было десятисловие или Завет. Завет. Изначально, по крайней мере, такая информация у нас есть в текстах пророка Моисея. Вот этот Завет, он был прописан в текстах пророка Моисея, и тексты пророка Моисея, то есть Тора, называется у нас с вами Закон. Все тексты Единого Писания, Ветхий Завет, Евангелие и Коран – это заповеди. И это заповеди, которые имеют нравственную основу. И все люди должны их знать. Для чего? Для того, чтобы стать праведниками, для того, чтобы прийти к вечности и бытия, получить нетленные тела. Поэтому мы с вами сегодня будем их изучать. И я думаю, что все мои последующие ролики будут посвящены долгое время именно этой теме. Итак, сегодня я буду работать нетрадиционным способом. Я буду сравнивать заповеди, которые есть у нас в текстах Ветхого Завета, Евангелия и Корана. Ну, конечно, из текстов Ветхого Завета сегодня я возьму только цитаты пророка Моисея. А в последующих роликах уже поговорим о этих же заповедях, которые у нас имеются в текстах других пророков. Итак, давайте начнем с вами с первой заповеди. Как она звучит? Обратимся с вами к текстам Второзакония. Пятая глава, первый стих. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Обратите внимание вот на эту важную деталь. Не случайно в первой заповеди звучит вот эта фраза, что я Господь Бог твой, который вывел тебя откуда из земли египетской. А теперь вспомните всех ваших богов, которых вы почитаете, и вспомните, есть ли такая подобная информация о них. Итак, Второзаконие, глава 6, стих 21. Она уточняет эту заповедь. Скажи сыну твоему, рабами мы были у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепко. А давайте теперь обратимся к текстам Корана. Можем ли мы найти подобные тексты в аятах? Да. Послушайте, как будет звучать первая заповедь в Коране. Я воспользовалась аятом 21 сура корова, 30 сура дым, 213 сура поэты и 62 аятом сура прощающие. О, люди! То есть, тексты Корана подтверждают информацию, что Бог, Господь Бог, мусульман, вывел сынов Израиля из египетского рабства. Поскольку здесь сказано в Аяте, что мы спасли сынов Израиля от унизительных страданий от фараона. Не взывайте к другим богам, нет божества, кроме него. Речь идет об одном и том же Боге. Смотрим дальше. Сейчас я хочу с вами немножко поговорить о понятии единства. Поскольку заповеди говорят о том, что Бог един. Сейчас я зачитаю вам второзаконие, главу 6, стих 4. Это говорит пророк Моисей. А теперь послушайте эту же цитату из уст пророка Моисея, сына Божьего. Благовествование от Марка, глава 12, стих 29. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Господь единый. То есть, это повтор цитаты пророка Моисея. Теперь еще у Иоанна есть замечательная цитата на эту тему. Дознает тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Вот здесь мы уже, опираясь на эту цитату, можем понять, что те люди, которые считают Иисуса Богом, они глубоко ошибаются. И Евангелие это подтверждает. Так, следующая информация будет у нас из текстов Корана. Что говорит Коран об единстве Бога? Я буду пользоваться 46-м аятом, это у нас Сура Паук. Зачитаю вам 52-й аят, это Сура Авраам. Наш Бог и ваш Бог един. Один. Пусть они знают, что Он единственный Бог, и пусть задумаются обладающие разумом. Еще раз повторяю. 46-й аят, Сура Паук. Наш Бог и ваш Бог один. Это я засчитываю, в первую очередь, для мусульман. Если тут сказано, что наш Бог и ваш Бог один, значит, Он один и для иудеев, и для христиан, и для мусульман. О каких людях неверных может идти речь? Так, смотрим дальше. Сейчас я хочу вам зачитать ту заповедь, которую нам дает Иисус. Он интерпретирует несколько по-другому первую заповедь. Он говорит. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим». Это благовествование от Матвея, 37-й стих. То есть, нужно возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем, твоим сей душой и твоей всем разумением твоим. Это наибольшая заповедь. Теперь мы обращаемся к текстам пророка Моисея. Из его уст эта заповедь звучит идентично. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими». То есть, Иисус не подумывает ничего нового. Он опирается четко на заповеди Моисея.